Я всех приветствую давно не виделись с вами в таком формате. В этот раз хочу показать вам некоторые мои перепродажи, ну или же просто продажи как на стиме, так и на ксмане. Я хочу чтобы вы меня поддержали в этом, давайте наберем 50 лайков, я поступлю к выпуску второго видео из этой линейки. Начнем, пожалуйста, с этого глока, с нагрейка титанов, синяя трещина. Глок синего цвета, он хоть и ширповый, но такой оценится обычно дороже. Я поэтому совсем забыл, и когда выставил его получается на стим, я грубо говоря продал его в ноль, потому что я брал его на ксмане за 3400, ну и как видите продал его на стиме за 3400. А так, я просто ориентируюсь спущать на свой другой файс 7, который был тоже ширповый, но белого цвета, и он у меня сейчас стоит на тп уже давно. Я его все еще не могу продать. В общем, мой недочет, моя ошибка, в целом такое может оцениваться гораздо дороже. Дарья у нас идет получается такой калаш, накрытая DLC, она потертая, как вы видите. Взял я ее получается на мане за 900 рублей, человек там накинул на цену курубре 200, грубо говоря, и продал я его, как сами понимаете, за 900 рублей чистыми на стиме. Дальше у нас идет вот такой калаш, взял его на стиме за 840 рублей, это чуть дороже Дефа, сейчас калаш стоит там рублей 750-800, и как понимаете, я продал его за 950 рублей чистыми. Накрытая сама стоит рублей 300, поэтому я давал на цену вполне соразмерную, с учетом комиссии, и нашелся покупатель в тот же день. И вот этот pd1000, я взял его на ксмане, потому что накрытая была на дуле, сам он pd1000 стоит рублей 600-700. Получается, я его взял на ксмане рублей за 1150, и продал чистыми на стиме за 1300. Есть такой же на ксмане, если его конечно не забрали, но с наклейкой на магазине, за по-моему даже чуть более низкую цену, но вы сами понимаете, что магазин это позиция, которая невысоко ценится на рынке. Теперь давайте взглянем на вот это авп, онлайн после полевых, здесь наклейка получается кейдов, хуала ката 15, наклеена она была на прицеле, и при том, что авп стоит само 2 300, я понимаю тот факт, что за такой авп я могу просить гораздо выше переплаты. Человек получается накидывал на цену рублей каких-то 400 всего, и я будучи взяв его, стал накидывать на цену выше 1000 рублей за эту наклейку на авп, потому что она была на прицеле, и по итогу я через двое суток продал эту успешную авп, получив свои 300 рублей на кошелек профита. Следующим, что хочется мне разобрать, это вот этот электрический улей авп, как вы понимаете, я его взял на мани, где-то за 2 600, за 2 700 рублей, и после этого выставил его на стиме и получил чистыми как раз таки 2 600 рублей с этого авп, через 4 буквально дня. Наклейка конечно же находится на заднике, но это не мешало мне перепродать данное авп по своим профитам. Само авп на тот момент стоило 1800-2000 рублей, цена колебалась. В любом случае я понимал то, что цена так или иначе чуть-чуть подрастет спустя какое-то время, и я наверняка найду покупателя на него. То и случилось, буквально до 4 дня, даже ждать не пришлось особо. К сожалению, не все скинные продаются быстро, даже при попытке вывести их ноль из кс-мани. Связано это конечно же со стикерами, которые на них наклеены, я же ведь за их накидываю на цену. И, например, вот этот калаш наклейка SWAG я вывел из кс-мани 16 февраля, взял его там примерно за 1200 плюс-минус, и по итогу продавал его на стиме, аж до 29 марта. Лишь 29 марта, в счетной комиссии, нашелся человек, который заплатил за него деньги, и мне на аккаунт капнуло 1260 рублей. Таких скинов у меня много, я могу о них конечно же как-то рассказать. В будущем я планирую выпускать еще не один такой видеоролик, а трейд здесь со скинами. И, я думаю, вы наверняка еще увидите много таких скинов в качестве примера, которые долго продаются, несмотря на их невысокую наценку. Поэтому трейд со стикерами открыт для тех, у кого достаточно баланса, чтобы прокручивать, постоянно находить какие-то новые скины, и не жалеть о долгой продаже того или иного скина с наклейкой. Потому что этот трейд непредсказуем, этот трейд зачастую занимает гораздо больше времени, чем вы бы хотели. Такова реальность. В последнее время стим слишком сильно лагает, я не могу доделать этот видос нормально, я бы хотел еще показать вам много таких перепродаж, но, как видите, стим у нас весьма сильно хулиганит в последнее время, и мне очень сложно сделать такую адекватную подборку, так как там возникает проблема, тут возникает проблема, и ловишь какую-то даже дисморальку при всем этом, да, при этих светлых попытках. Поэтому давайте просто вам покажу какие-то еще продажи, которые у меня были, например, на CS Money. Если вы хотите видеть еще какие-то мои успешные перепродажи тех или иных скинов, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. В общем, вы знаете, что делать для этого. Я вас услышу, я вас увижу, и я обязательно в скором времени тогда выпущу еще один такой видеоролик. А может быть, они будут у меня на постоянке. Посмотрим, живем, увидим. И давайте начнем, получается, вот на этом аккаунте. Чек на некоторые скины, которые я перепродал внутри CS Money. К сожалению, цену, за которую я их брал, я вспомнить не смогу. Но в любом случае, вы понимаете то, что я себе минус продавать такое не буду. И поэтому просто начнем с того, что у меня есть. Из проданных у меня есть, например, этот Glock. С двумя наклейками. Одна наклейка Virtus Pro, другая наклейка Ninja Pijama. И все это голографика кёнингская. Virtus Pro, как вы видите, были на хорошей позиции. Но они в пижамах у нас были, получается, на магазине. Сам Glock стоит у нас где-то рублей 200. И продал я его по итогу рублей за 600, что-то около того. То есть за 780. Может быть даже чуть дешевле. И получается по итогу я попросил наценку за этот Glock, ну, рублей 400 сверху. За эти наклейки. Сами наклейки, как вы понимаете, стоили там где-то полторы и две тысячи рублей каждая. Не более того. В принципе, сейчас у них такие же цены. Далее у нас идет вот такая берета. Точнее, дуал береты. На них были наклейки. Очередно. Ликвиды, холла, карты 19. Гринегаты, холла, карты 19. И получается 4 штуки было всего. Я понял, то же самое разумное для продажи этого предмета. Будет залить его на CS Money и ждать продажи. Ждать продажи мне, конечно, пришлось долго. Я понял, что на стиме, скорее всего, продажа будет еще дольше. Поэтому, подождав пару месяцев, я смог его продать на CS Money. Продал я его по итогу за 1260. И давайте посмотрим, сколько стоят эти билеты у нас на стиме. Билеты эти у нас на стиме стоят, получается, около 700 рублей. Ну, а сами наклейки, что касается ренегатов, что касается коней, то они, получается, 100 рублей одна наклейка, а другая наклейка 500 рублей. То есть, за счет коней, я и накидал сверху какую-то на санку за эти билеты. И по итогу я их продал. Хотя, кстати говоря, вот просадочки у нас наблюдается, что у этого стикера, у этого стикера. Поэтому, сложно судить, на самом деле, насколько адекватно была оценена данная пушка у меня на CS Money. Но, тем не менее, покупатель нашелся. Спустя пару месяцев они у меня ушли в продажу. Давайте дальше глянем, получается, золотую спираль, M. Здесь, как вы видите, наклеены 4 фраковские наклейки, 3 из них голографические. И одна из них, как я понимаю, у нас наклеена G2 железная. Эти наклейки у нас занимают, в принципе, хорошие цены на рынке. Давайте глянем, конечно же, да, сколько что стоит и сколько стоит сама золотая спираль, M. Как видите, я ее продал по итогу за 22 доллара. За 21.45, если быть точнее, 21.45, это у нас выходит где-то 1600 рублей по курсу, что сейчас. Да, курс был чуть ниже. И смотрим, давайте так, перед это закроем. Это мы тоже закроем, это тоже закроем. И смотрим. Стикер на весь сейчас стоит 800 рублей. Около того была какая-то просадочка, то есть не стоили рублей 900 тогда. Ну, давайте будем смотреть на вот как раз таки 800-900 рублей. Наклейка Норсов, а она бустилась, не бустилась. Мы среднего есть на 900 рублей плюс-минус. Дальше у нас КГейминг наклейка. Эта наклейка сама себе не сильно дорогая, стоит он, ну, рублей 400 пускай будет. Даже на то время. И G2 железная, наклейка дорогая, по 2000 рублей сейчас. И тогда, в принципе, не сильно цена отличалась от того, что сейчас. То есть, 2000 рублей G2 в плане можно оценить. Плюс сама М-ка получается. Сама М-ка сейчас стоит на стиме 1200 рублей. То есть, как понимаете, я просил переплаты рублей 500. То есть, это рубли 1100 с учетом просадки, а так она стоила 1200 где-то до просадок и так далее. Если получается, я эту емку продавал недолго, где-то около двух недель, да, получается, на мании, и она у меня ушла за 21.45. То есть, я в итоге получил с этой емки, с учетом комиссий, где-то 1500 рублей на свой баланс на КСМ. Потому что сама М-ка стоит на стиме 1200 рублей. То есть, как понимаете, я просил переплаты рублей 500, ну, может быть, максимум 600, да, за эту эмку. Там уже надо смотреть по ценам, на самом деле, в это время. Но, я думаю, матовские цены не сильно отличались от этих цен. То есть, получается, где-то 1100-1200 стоила эмка. И, в принципе, я даже, наверное, скорее всего, не доценил этот скин. Но я не хотел долго его продавать. К тому же, я взял его, в принципе, за выгодный прайс на имя. Так как такие скины, ну, не сразу находятся различными ребятами. Плюс это Вэлборн поношенный. И многие боятся такое брать, потому что это долго перепродается. В принципе, как бы, они правы. По крайней мере, у меня, так, это точно Вэлборн, такие скины всегда долго продаются. Давайте глянем еще на пару скинов. Это вот чистая вода с тремя, получается, дигами. ПТ-шная эмка. Позиция одного из диков находится не на самой хорошей позиции, как вы понимаете, да. То есть, эта позиция плохо чекается. И по итогу, вы понимаете, сама эмка у нас стоит. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Ну, где-то 1000 рублей, да, плюс еще там постоянно какие-то бусты идут в росту этой эмки. То есть, ну, я тогда ее оценил, наверное, рублей 900-950 максимум эту эмку. Плюс три наклейка диков. Каждая наклейка диков сейчас стоит у нас где-то 1300-1200 рублей. Без учет вот этих апрельских бустов. В принципе, давайте объективно так будем эту наклейку оценить. То есть, по итогу, я просил за эту эмку, у нас вместе с наклейками, на 1980-1980 у нас входит 1500 рублей. И получила численно 1842. За эту эмку 1400 рублей, получается, я отработал с этой эмки. На баланское эмки. То есть, понятно дело, что это нечистыми сидела, да. Но, тем не менее, на балансе получил 1400 рублей за эту эмку. Возможно, это было маленькая переплата. Но тогда, возможно, я еще и ориентировался на более-таки низкие цены в этой эмке. Рублей где-то на 900. То есть, по итогу, я получил оценные эмки еще сверху 500 рублей за трех наклейок. За три наклейки диков. При том, что одна из наклейок находилась на не очень хорошей позиции. Конечно, объективно говоря, наценка рублей 600 за эту эмку это не самая высокая. Я бы мог бросить за эту эмку еще рублей 750 чистыми, наверное, сверху спокойно. Чистыми, извиняюсь, грязными. То есть, без учета комиссии и так далее при продаже. То есть, человек у меня бы за эту эмку, наверное, сплатил бы 1700 плюс-минус. Но по итогу, как видите, у нас вышло так, что я просил за эту эмку 20 долларов. Это где-то 1500 рублей. То есть, на 200 рублей меньше, чем мог. Просто я понимал то, что позиция одних из диков не очень хорошая, плюс-минус старая. И давайте еще пару скинов посмотрим на этом аккаунте. Блок четырьмя фейзами. Я его продал, получается, 9 баксов. Ну, как вы понимаете, это дик фейзов. Сам блок у нас стоит очень дорого. 400-500 рублей. Ну, давайте будем ориентироваться на рублей 250. Мартовские, да? В этом углока. Плюс наклейка фейзов за 4 сотки. Ну, если брать мартовские цены, плюс-минус 400-450 рублей, да? То есть, получается, если брать цену, то объективно за такой углок ну, просить 9 долларов вполне можно. Потому что это где-то рублей 600 с копейками, ну, почти что 700. И с учета того, что я, получается, накинул наценку в одну наклейку фейзов на таком углоке, это вполне хорошая цена для него. И я его продал, правда, очень долго я его продавал. Я его продавал, получается, полтора месяца. И, ну, все же я его смог продать. И я получил свой процент какой-то профита с этого. За 9 долларов он у меня улетел с рынка. Дальше у нас идет вот такой PD50. Как вы понимаете, тут 3 наклейки. Рандомные 2 ската и 1 сколь на 15-го года. Фойл. Силы G. Получается, грубо говоря, у нас еще одна силы G-шишка КАТ-15 и клуда еще на нем. То есть, здесь 3 наклейки синие на нем наклеены. И даже в счет того, что PD50 сам стоит недорого, я считаю, что это вполне нормальная цена для него была. То есть, 1300 наклейка стоит 1,2 700, 3 900 и плюс еще сам PD50. Стоит у нас 200 рублей. То есть, объективно говоря, я пришел за него переплату 647 и я вполне считаю эту переплату адекватной. Даже по нашему курсу, что сейчас, через 90 рублей, вполне имеет место быть. Может, даже было бы чуть дороже просить переплату за этот PD50. Но, как видите, он у меня продавался почти что 2 недели, но, тем не менее, я его продал. Я с него заработал свои 450 рублей кровные на балансской S-Money. Меня это вполне устраивает. Давайте еще пару скинов глянем на этом аккаунте. Это вот этот PD50. Продал я его за дорого. Он самый МВ-шный. То есть, он сам себе дорого стоит. Плюс здесь 3 из меня 4 гоографические наклейки с Бостона. То есть, смотрим, давайте. У нас получается сам PD50 стоит у нас почти что косарь. Даже по тем ценам старым. Мартовским и так далее. И по прошлом. Ну, давайте 900 рублей возьмем. Этому 5050 цену. И плюс наклейка получается коней за 1800-2000 рублей. Тогда цены были чуть ниже. Я напомню. 700 рублей. Фейзи плюс у нас получается. Ой, Фейзи флипсайды. Брус сами Фейзи. Ну, где-то 2500 возьмем цену. Фейзи плюс фанатики рублей за 600. И продал я его, получается, за 50 долларов. Продавал я его, как видите, тоже где-то в районе 11 дней. 5144. Это у нас наш сейчас курс. Где-то 3 800. Здесь еще хороший повод. То есть, я просил переплату не только знаки реки, но и за хороший повод на нем. За хороший повод на такой 50. В принципе, можно объективно давать неплохую такую наценку. Как это делать, я вам показываю неоднократно на стримах. Но если вам этого не достаточно, я могу показать еще раз это на каком-то отдельном видеоролике. Пожалуйста, не вопрос. Как я определяю конкуренту, что по наклейкам, что по флоутам. И вообще, насколько реалистично определять продажи, да. За ту или иную сумму тех рынок флоутов на том или ином рынке. Это все я могу, конечно же, отдельно как-то рассказать. Все по вашим просьбам. Не вопрос. Все расскажем, все покажем. То есть, так или иначе, я заработал с этого 50-50. 3-800, извиняюсь. 3-900 я попросил за него. А заработал я с него где-то 3-600 рублей. С этого 50-50. В принципе, я считаю это объективной наценкой. Еще раз говорю, потому что здесь хороший плот. И плюс хорошие наклейки. И все они спустят. Голографически. Это что касается этого 50-50. Дальше тут, как видите, еще я мог продавать астралы. Калаш, холо. С высоким спросом. То есть, комиссия получается гораздо больше будет. Я его выставляю за 50 долларов. Получил 46-80 за этот калаш. Там, дальше у нас идет СЗ-шка. С четырьмя кернингскими наклейками. За 4-69 я, получается, смог ее продать. Ну, точнее, чистыми. Да, так ты ее за 50-4 продавал. И тому подобное. Там магний из хороших плотов. Три нолика. Первый класс. С тремя холо. Конями. И с одной наклейкой железной. С коламбуса. Тоже от коней. И так далее. То есть, как, в принципе, продажи, как видите, идут. Даже корону смог продать за выгодный прайс. На картеле. Потому что сам мани его тоже высоко оценивал. Этот картель из короны. Еще плюс я сверху просил переплату. В общем, я все это быстренько по последнему скинам рассказал. Потому что так уже очень много времени разговариваю. Надеюсь, вам этот видеоролик зашел. Нравится такой контент. Если, я говорю, слишком быстро ставите скорость пониже, да. Пересматривайте заново видеоролик. Не вопрос. Это все решаемо. Как говорится, современной технологией. О, 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 и все дела. А так. Всем до скорых встреч. Может быть, буду подрубать стримы в ближайшее время, как обычно, да. Но то стим лагает. И как-то невозможно даже запускать какие-то стримы по трейдю. Потому что какой смысл. Если ты нихера не можешь сделать на такой площадке, как стим. Из-за того, что там куча лагов происходит, да. То есть не выставить, не купить и так далее и то подобное. И причем это еще не все какие-то свои риски по потерям того баланса или тех скинов, которые ты хочешь покупить, продать и так далее. В общем, мы подрим. Поэтому, как только стим пройдет в себя, я буду запускать периодически стримы. Буду перейти какие-то видосы на канал. Все зависит от вашей активности. Поставите лайк на этот видос. Скажите, что все норм. Или сделайте какие-то замечания. Здесь поправь. Здесь не торопись и так далее. Не вопрос. Я вас услышу. Все сделаем, все оформим. Поэтому, до скорых встреч. До следующих видосов, до следующих фильмов. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. И мы скоро с вами увидимся мной. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте.